Уважаемые представители прессы, всем здравствуйте. Я бы хотел сразу извиниться перед вами за то, что, сами понимаете, те обстоятельства, которые нас сюда заставили нас с вами встретиться. И поскольку мы первый раз перед камерами даем интервью, может быть, несколько рваный текст будет, поэтому, может быть, если мы прервемся своими вопросами, нас подталкивать, как говорится, то есть с вашей помощью, чтобы интервью более-менее было похоже на нормальное. Для начала мы представимся, мы все являемся полицейскими, сотрудниками полиции, вернее, Российской Федерации. Я представляю подразделение «Специальный отряд быстрого реагирования» в звании подполковника на должности старшего операуполномоченного ПВД. Зовут меня Астахов Дмитрий Михайлович. Я инспектор группы информации и документирования подразделения ОМОН, отряда мобильного особого назначения полиции из города Новокузнецка. Родился я в Кемеровской области, 11 сентября 1985 года рождения. Всем здравствуйте. Старший сержант полиции ОМОН Гордонова, Кузнецка, Кемеровской области. Плотников Евгений Витальевич. Плотников Евгений Витальевич. 08.11.1994 года рождения. Я хочу немножко пояснить. Вот эти листочки, которые перед нами, это просто шпаргалки. То, что мы хотим сейчас до вас донести, это не просто текст, который нам дали в руки, чтобы мы его тупо зачитали. Поэтому, если вопросы у кого-то возник, мы сейчас просто будем по очереди рассказывать о событиях, которые произошли с нами, и не только с нами. Вот. Ну и начнем, наверное. Давайте. Да, я начну. В общем, в этом году, в феврале, вместе собрали нас на учения в Белоруссии. И 24 февраля 2022 года дали преступный приказ выдвигаться на территорию Украины. Приказ нам довело наше командование, исшедшее из правительства, то есть верховного главнокомандующего, от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Мы взаимодействуем при поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Должны были заехать на столицу Украины, Киев, и всяческой помощью оказать им взаимодействие в захвате данной столицы. После захвата якобы мы должны были всяческим образом придушить какие-то противоправные действия со стороны мирных жителей Украины, вплоть до арестов, физических принуждений, расстрелов. Как осознали позже, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее, то есть еще в том году, летом 2021 года. Также собирали учения все подразделения Росгвардии, ОМОН, СОБР в том числе и вооруженные силы. Также в этот состав входили из числа Чечни и Дагестана. Это в целом картина такая. Если какие-то вопросы, задавайте, попробуем ответить. Вы сказали, что приказ был преступным. Почему вы решили выполнить? По всем приказам полицейские в принципе не должны выполнять задачи на территории другого государства. Поэтому мы до конца не осознавали, может быть, не то что может быть, да, мы просто до конца не верили, что мы реально войдем на территорию Украины. Нам сказали, что мы в Белоруссии будем совместно проводить учения. Не более того. Все. Как только нам сказали, что мы идем на Украину, уже машины были загружены. Зачитали вот это вот постановление прямо уже непосредственно перед отправкой. То есть у нас фактически не было времени на анализ. По сути, нам просто сказали по машинам и вперед, и мы поехали. То есть вот ситуация была такая. А конкретные задачи были уже, когда мы пересели границу и уже были возле Воребите находились. Да, конкретных задач не ставили. Сказали, что на марше вам все расскажут, либо там на промежуточных остановках. Да, у нас как бы была там такая история, что якобы в наши учения состоят в большом количестве перемещений, маршей. То есть это все нам нужно преодолеть. То есть, как, допустим, перелет там, да, с наших краев в сторону Москвы. Потом марш от Москвы там до ближайших населенных пунктов там Подмосковья. Так же, как марш от Подмосковья до приезда в Белоруссию. То есть, ну, мы все дни вот этого путешествия, вот этих учений, мы постоянно ехали. То есть, спали в машинах, в этих, в КамАЗах там, ну, что вот, мы едем, едем часами там, долго-долго. То есть, ну, для нас как бы было это вот это уже. Когда нас загнали в машину и сказали, так все, парни, выезжаем, давайте быстрее. Все опять сели в машины и поехали. В общем, по сути, для нас это как очередной переезд явился, да, там. Скажите, вам не доводили ситуацию в Украине? Некоторые военнопленные российские говорили, что им доводили, что им нужно там Украину освободить от чего-то, что будут люди встречать. То есть, вам такое что-то говорили? Да, нам говорили, что якобы на территории Украины, ну, это еще, как бы, когда мы в России находились, по средствам массовой информации, там говорилось в основном о том, что на территории Украины господствует... Я сейчас дословно сто процентов ошибусь, поэтому не судите строго. Что на территории Украины господствует фашистский режим, что националисты, нацисты захватили власть в свои руки, что обычным людям нужно помочь избавиться от этого, ну, условно говоря, ерма. Вот, то есть, цель нам довели такую. Естественно, это была информация односторонняя, то есть, у нас же есть интернет, там, иногда пролетает, то есть, из других источников. То есть, мы могли немножко анализировать, то есть, мы, естественно, мы сомневались, то есть, до конца мы не понимали, естественно, ситуации. Мы только когда я, вот я лично для себя, когда мы только сюда зашли, потом я, когда посмотрел выступления боксеров профессиональных ваших, то есть, я, ну, я на родине, я всегда за них любил, это Усик и Лумаченко, это мои любимые, ну, и просто герои, реально. Я сейчас просто не лукавлю нисколько. Эти люди просто готовы взять в руки оружие, они говорят о том, что мы вас сюда не звали, и мне становится реально стыдно за то, что мы пришли на эту страну, ну, на эту территорию, на территорию Украины. Просто вот сейчас женщина нам рассказывала, да, случай, она стоит и плачет. Мне просто стыдно реально за это. Я не знаю, почему мы так поступили, ну, вернее, догадываюсь, потому что мы мало знали, мало думали своей головой, в конце концов. Просто вот реально принесли горе на эту землю. Я не знаю, сколько нужно времени искупить это, и вообще, возможно ли это, в конце концов. Там, мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там, любой приговор, который мы заслужили, это ради бога, это как бы, мы уже готовы все принять. Но просто я говорю, что искупит ли это вину, мне просто жаль тех людей, которые, ну, на территории России находятся сейчас, они, в принципе, ни в чем не виноваты. Они виноваты только в том, что до них информации, ну, целиком не доводится. У некоторых вообще интернета нет, да, то есть им невозможно воспользоваться какими-то средствами. То есть им постоянно вот из телевизора льют и льют и льют вот эту вот однобокую информацию о том, что Украина заселена фашистами и так далее. Ну, просто я реально, когда, может быть, и надо было со мной так поступить, да, вот именно Господу, чтобы я, наконец, прозрел, что ли, и попытался донести до тех людей, которые находятся сейчас на нашей территории России, и которые еще, может быть, до конца не врубаются, что здесь происходит, извините за простое слово. Но здесь реально ребята, которые будут смотреть вот это вот интернет-видео там, да, думайте обо мне, что хотите, вот, как, что меня там заставили, написали мне текст, неважно. Я вот скажу, как есть, да, если бы на мою территорию кто-то бы пришел, я бы поступил точно так же, вот, как эти люди сейчас. И был бы прав, и сейчас они правы, а я сижу здесь и оправдываюсь. И оправдываюсь, я не понимаю за что. Мне очень стыдно за это, потому что у меня дед воевал, а я сейчас, получается, в роли карателя. Вот лично, это лично мои слова, вот, в отношении военнослужащих Российской Федерации. Если дойдет до них, дай бог. Ребята, не, как вам сказать, не, ну, наберитесь смелости, короче, да, потому что мне это легче, да, я уже попал в такую ситуацию. Вам, вам, наверное, тяжело, да, пойти против воли своего командира и так далее. Ну, реально, здесь происходит геноцид. Геноцид, по большому счету, просто народ уничтожается. Украинский народ, ну, и, соответственно, мы со стороны России получаем свое. За то, что мы вторглись на чужую территорию. И это, ну, как бы, это правильно. Это вроде как и неправильно, и это правильно, ну, с одной стороны. Со стороны Украины это правильно, с Россией это неправильно. Россия, ну, никак здесь победителем не будет при любом раскладе. Тут уже понятно, даже, ну, я не знаю, тут все варианты можно просчитать. Даже если мы до конца дойдем, условно, что, я надеюсь, этого не произойдет. Мы завоюем территорию. Кто людей-то завоюет? Мы как эту территорию будем вообще держать-то в руках? А вокруг нас пустота будет. Мы на острове будем жить. Просто с нами никто разговаривать не будет. И это опять будет правильно. И русский человек будет, выходя за дверь за свою, да, ему будет стыдно говорить, что он русский. Потому что он будет за трещину всегда получать. За то, что мы сейчас сделали. Поэтому я вас очень прошу, пока есть возможность, остановитесь просто. Дайте нам шанс вернуться домой. Сделайте для себя выбор правильный. Вернитесь домой, потому что дома уже начинаются люди выходить на улицы. Они начинают немножко глаза уже открывать. Пускай не очень сильно, но тем не менее. Сейчас вот наша задача с вами просто не допустить реально тотального уничтожения здесь вот этих двух народов. Это просто страшно. Я никогда такого не видел в своей жизни. И не думал, что у меня к концу жизни будет такая возможность. Вот мне это точно не надо. И моей матери это точно не надо. Я представляю сейчас ее состояние. Я еще, можно скажу, по украинскому народу, да, я, наверное, не найду слов тех, которые бы там загладили нашу вину. Поэтому я скажу просто, ну, если найдете в себе силы, простите нас. Если нет, то, ну, ради бога, мы примем это как должное. Я к чему говорю? Что мы без вашей помощи обойтись в этот раз не сможем. Я объясню, в каком плане я это вижу. Сейчас люди в российской армии, да, и в том числе Росгвардии, которые находятся сейчас на территории, они многие в замешательстве, они не хотят войны, никто не хочет этой войны, не хотят вас убивать, украинцев. Вот поверьте мне, как бы вы, может быть, это дико не звучало, да, что люди с оружием в руках, пришедшие на вашу территорию, вас не хотят убивать. Но я вас сто процентов говорю, спросите любого, никто не захочет, даже вот непленного, просто приедьте в Россию и спросите, вам нужна кровь украинца? Я думаю, только идиот скажет нужна. Или вообще любого другого человека. Это болезнь просто. Это называется людоедство. Так вот, помогите нам справиться с этой проблемой. У нас реально проблема. Мы сейчас остановиться, ну, сразу не сможем, маховик уже запущен. Поэтому с вашей помощью что можно сделать? Люди, которые сдаются к вам в плен, вы, пожалуйста, ну, соберите волю в кулак, сохраните им здоровье и жизнь. Для чего это нужно? Потому что если вы приложите силы к тому, чтобы максимальное количество людей из них умерло, на родину никто не приедет и не расскажет о том, что здесь было. А живого человека уже сложнее будет сделать. Даже если третья часть от тех людей, которые приедут домой, сумеют об этом рассказать правильно, это уже будет большой плюс. И благодаря вам это случится. И благодаря вашей стране вы станете не только физически победителем, духовно победителем, но и душевно. Это очень важно. Вы просто на лопатки любую силу положите в этом. Я просто искренне надеюсь на ваше милосердие по отношению к тем людям, которые будут поднимать руки и выходить к вам. Или раненые будут лежать. Не нужно делать трупы, нужно делать людей. А у вас это сейчас прекрасная возможность есть в этом. У меня все. Да, хотелось еще добавить. При попадании в плен, нас привезли в госпиталь, оказали медицинскую помощь. Мы просто все ранены. Попали вот в эту ситуацию. И то, что говорят, что якобы там какие-то хирургические вмешательства ракетных подразделений, которые где-то уничтожают какие-то военные части, это все неправда. То есть каждую ночь слышны сирены. То есть ложишься спать и молишься, чтобы снаряд просто не прилетел на тебя. Тут такие же люди. Все хотят жить, дети, матери. Хотелось бы, чтобы прекратили вот эти авиаудары. Смотрите, вы говорили о том, что должны были заехать в Киев, оказать взаимодействие вооруженным силам Российской Федерации. Какие конкретно задачи стояли перед вами? Может быть, были какие-то там пункты, что-то нужно было взять, взорвать? Нет, смотрите, особо такого, чтобы для, допустим, полицейского подразделения взорвать, это как бы не того профиля. То есть вооруженные силы, если, допустим, должны были взять территорию, наша задача должна была, это как прекращение массовых беспорядков. То есть мы должны были выстроить там опорный пункт, чтобы сдержать людей, которые там пытались бы помешать этому там, ну типа того, что-то вот так вот. Как вы думаете, в такой ситуации, после ваших слов, есть ли у вас возможность вернуться домой с действующим, действующим властью в России сейчас? Я сомневаюсь. Надежда есть. Ну, как бы, как оно будет, никто не знает. Мы ехали, получается, колонны на транспорте, на вахтовках. То есть у нас, сразу могу сказать, не бронировали, двигались в сторону Киева, как вот нам сказали, там, летим, едем, едем. То есть затуманило глаза нашего руководителя, который нас везет. И попали, получается, не знаю где, но где-то на подъезде, может быть, к столице. Простые вахтовки для перевозки людей. И вас взяли в плен, на нужное село Украины? Говорят, ну как ты, что с тобой, кто ты? Я объяснил, что я такой-то, такой-то, да, там попал там-то, там-то. Ты можешь сказать, допустим, искренне от себя, что ты считаешь по данной ситуации? Я говорю, да, могу. Они меня вывезли. Чай горячий там предоставили. Никто не... Можно с людьми связаться? Ну, возможно, территорию Белоруссии. То есть мы прибыли без сотовой связи. То есть у нас не было ни телефонов, ни номеров, ничего. И здесь мы пытались там вспомнить номера, нам говорили, ребят, вот вам телефон. Если вы хотите, вы можете позвонить. Мы там искали, вспоминали. Вот так вот. Оно и город Новоказнецк по Мироской области. Должен полицейский боец. Я Остахов Дмитрий Михайлович. Я являюсь в жанре Барклова. Дорог Калтан. 11 сентября 1985 года рождения работаю.